Итак, используйте пассивный залог, когда говорящий не знает, кто совершил действие или это не имеет значения. Например, вы не знаете или это не важно, кто напишет письмо. Главное, что это будет сделано. The letter will be written tomorrow. Письмо напишут завтра. Возможно, вашему собеседнику и так понятно, кто совершает действие, так как этот человек обычно его совершает. Например, все знают, что пациентов осматривает доктор, то есть можно не упоминать, кто осмотрел пациента вчера. Тома осмотрели в больнице вчера. На этом уроке вы узнаете, как уже хорошо знакомый вам Present Perfect употреблять в пассивном залоге. Если вы хотите более подробно вспомнить, что такое пассивный залог, рекомендую вам посмотреть урок на нашем сайте по ссылке, указанной в дополнительном материале. Как вы уже знаете из предыдущих уроков, посвященных теме пассивный залог, правила употребления времен активного залога и пассивного совпадают. Например, Present Simple и в активе, и в пассиве будет отображать факты или простые действия. Значит, Present Perfect Passive будет говорить о том, что действие произошло до какого-то момента в настоящем, и сейчас нам важен результат от этого действия. Напомню вам так называемые слова-подсказки или сигнальные слова, которые будут помогать вам узнать, что здесь нужно употребить Present Perfect. Посмотрите на предложение еще раз. Поставьте на паузу и попробуйте составить формулу для Present Perfect Passive. Получилось? Давайте проверим. Начните с подлежащего. Если подлежащее I, you, we, they, используйте вспомогательный глагол have. А если подлежащее выражено he, she, it, используйте вспомогательный глагол has. Далее идет глагол been. И за ним смысловой глагол с окончанием ed, если он правильный, или его третья форма, если он неправильный. Если вы хотите указать, кем было совершено действие, употребляйте предлог by. Больше примеров помогут вам закрепить это правило. Здесь так мило. Комнату убрала Аня. Эти цветы принес Джон. Они прекрасно пахнут. Их дом уже построили, так что они переедут на следующей неделе. Гарри Поттер написан Джоан Роулинг. Как вы помните, вспомогательные глаголы помогают образовывать вопросы и отрицания. При отрицании мы всегда ставим not после вспомогательного глагола. Осталось выяснить, какой же вспомогательный глагол в Present Perfect Passive. Догадались? Верно, have или has. В утвердительном предложении он стоит после подлежащего. Вероятно, вы уже успели сами составить формулу для отрицательных предложений. Сверим? Если подлежащее I, you, we, they, используйте вспомогательный глагол have. А если he, she, it, используйте вспомогательный глагол has. Далее идет частица not. Затем глагол been, и за ним смысловой глагол с окончанием ed, если он правильный, или третья форма смыслового глагола, если он неправильный. Прочитайте примеры отрицательных предложений. Студентов еще не опросили. В этом году этот замок не посетило много туристов. These sweets have not been eaten by the children. Эти конфеты не съели дети. This car has not been sold this week. Эту машину не продали на этой неделе. Пожалуй, нам осталось самое легкое – образовать вопросительную форму. Раз уж вы помните, что вспомогательные глаголы стоят перед подлежащим, чтобы составить вопрос, и знаете, какой вспомогательный глагол в present perfect passive, Well, go ahead. Готовы? Давайте проверим, что у вас получилось. Начните вопросительное предложение со вспомогательного глагола have, если у вас подлежащее I, you, with they. Или has, если подлежащее he, she, it. Далее поставьте собственно подлежащее, затем глагол been, и за ним смысловой глагол с окончанием ed, если он правильный, или третья форма смыслового глагола, если он неправильный. Это упражнение сделали ученики? I'm sure you are ready to practice present perfect passive in the exercise. Make up the sentences in present perfect passive. The dishes have been washed by Sam. He has just been given this task. Have many cars been repaired by John? This work has not been finished yet. His bike has been stolen. Have you ever been stung by bees? We have never been attacked by dogs. This exercise has been done well. And present perfect passive has been learned. So now you are ready to use it. Well, the lesson is over. Thanks for being with us. Goodbye.